Лохи очищают матку От частиц плаценты, оболочек плода С помощью лохи выводятся сгустки из полости матки И жидкая кровь, и частички слизистые Дело в том, что после родов матка уменьшается в размере в 20 раз И выплескивает лохи в виде сгустков крови и слизи После родовый период, в том числе послеоперационный период Условно делится на два этапа Ранний и поздний, послеродовый период Лохи, в зависимости от срока послеродового периода Могут быть, я назову последовательные изменения лохи Последовательный цвет выделений из полости матки Сначала они ярко-красные, потом просто красные Кровенисто-сирозные, затем Дальше уже пизнеется коричневатый оттенок Кровь начинает сворачиваться Кровенисто-коричневые, темно-коричневые, бурые, уже светлеет Светло-бурые, желтые, светло-желтые, серозно-сукровичные и белые лохи Лохи-альба Отделение лохи в норме, в физиологической норме Без боли, без чувства жжения, зуда, без дискомфорта В первые 5-6 суток лохи обильные Послеродовый период Ярко-красные, со сгустками И они увеличиваются в декормлении Выработка гормонов локтина сокращает матку К концу первого месяца после операции кесарево-сечения Снижается количество лохи, естественно Свет становится кровенисто-коричневым, темно-коричневым Если лохи вообще прекратились после 4-4,5 недель после кесарево-сечения Можно подозревать первый вариант Что маловероятно За этот период, за 5 недель Лохи прошли все этапы своей трансформации, формирования И уже дошли до состояния белых Выделение лохи-альба Но более вероятен второй вариант Это формирование гематометры Скопление содержимого, которое должно выходить наружу в полости матки За счет того, что шейка матки спазмирована, сокращена и не выпускает из полости матки лохи Что может привести к тяжелым гнойно-септическим инфекционным заболеваниям Часто в этой ситуации после обследования Естественно требуется процедура выскабливания полости матки Как правило, при обычном нормальном течении после родового периода Через 8 недель лохи светлые, светло-желтые, белые, слизистые и обильные Часто в конце периода восстановления Это где-то с 6 по 8 неделю После операции женщина может начинать беспокоить кандидоз К зуду и сжению могут присниться творожистые выделения Неприятный запах Может кандидоз быть в сочетании с бактериальным вагинозом Могут обостриться непролеченные инфекции, предающиеся половым путем Поэтому врач и кушер-гинеколог, который оперировал женщину при выписке Советует всегда первое посещение женской консультации через месяц после выписки После родов также пациентке советует через месяц показаться гинекологу Постепенная смена кровяных выделений лохи после кесарево сечения Необильными коричневыми, затем слизистыми, белыми Являются признаками окончания или заканчивающегося послеродового периода Если через месяц после операции или после родов пациентка не обратилась к гинекологу То уж в этот период нужно обязательно обратиться к гинекологу Цель осмотра в зеркалах, осмотра шейки матки, осмотра матки яичников Показание УЗИ органов малого таза, забор материалов для обследования И выявление непролеченных инфекций, обострившихся инфекций И соответственно лечение То есть обращаться к гинекологу необходимо Если через, допустим, два с половиной месяца, три месяца Женщина обращается к врачу с жалобами на выделение На повышение объема выделений Из матки Кременистого выделения, кременистого гнойных Или вообще повышение выделения Может быть желтых, зеленогнойных, серо-желтых То это признак воспалительного процесса в полости матки Что требует срочного лечения Когда вообще необходимо срочно обратиться к врачу В любой период после кесарево-сечения После родов, путем кесарево-сечения При появлении неприятного специфического запаха Исключение первые 5-7 дней после родов Там присутствует характерный запах крови Как правило, все это контролируется На входе акушерным гинекологом в родильном доме Резкий тяжелый запах Это признак бактериальной инфекции в полости матки Запах тухлой рыбы и водянистые выделения Это признак дисбактериоза влагалища, горнолелеза Или других бактериальных заболеваний Второй повод появиться срочного гинеколога Изменение нормального количества лохи Мало может скопиться лохи и кровь вселись в полости матки Вызвать гематометру Вследствие, почему мало? Что-то может задерживать выход лохи из полости матки Это крупные части плаценты Какие-то кровенистые тромбы За счет того, что кровь застоялась в раннем послеродовом периоде А когда чрезмерно много лохи То это отделение уже задержанных в полости матки Сгустков крови и частей плодного яйца Что может привести к нарушению сократительной функции матки Третий повод обратиться срочно к гинекологу Изменение длительности по времени Вот сколько времени идут лохи При внезапно открывшемся кровотечении И увеличении объема лохи К самому же, если они обильные и болезненные Со сгустками Срочно вызывать скорую Это может быть и воспаление И плацентарный полип, который дал маточные кровотечения И нарушение сокращения как самой матки Так и шейки матки Если лохи усилились вдруг После того, как уже практически прекратились То это может либо быть начало очередной менструации Либо, если это после кесарево-сечения А мы рассматриваем вариант конкретно после кесарево-сечения Может быть какой-то разрыв швов на матке внутренних Поэтому требуется срочная консультация гинеколога Четвертый признак Когда нужно срочно обратиться к гинекологу Изменение цвета Лохи Гнойный Желто-зеленый С гнилостным запахом При повышенной температуре При болевых ощущениях в животе Это признак эндометрита Белые лохи с кислым запахом Творожистыми выделениями Если присутствует зод покалывания в промежности Это признаки молочницы Кандидоза Кровянисто-зеленые выделения Которые начинаются после 8-9 недель после кесарева С запахом Плюс Плохое самочувствие Повышение температуры Головокружение Бледность Слабость Тошнота Снижение давления Боль в животе Боль в поясничной области Это признаки воспаления Возможность хронической железодефицитной анемии Требуется срочная госпитализация Лохи Иногда бывают черные Это вариант нормы Из-за гормональных изменений в послеродовом периоде Из-за гормональной перестройки Желтые скудные лохи Могут быть вариантом физиологической нормы Но Обильные желтые С гнилостными вкраплениями Это признаки запущенной стадии воспалительного процесса В орденах малого таза Срочная госпитализация требуется в этом случае Оранжевые, вязкие выделения Это тоже является признаком воспалительного процесса Таким образом Что можно сказать в заключении После кесарево сечения Обильные выделения Читаются нормой в течение до 7 дней После кесарево сечения Кривенистые сгустки Также объяснимы Это клетки отмершего эпители И плаценты Они должны исчезнуть Через 1-1,5 недели Если выделяются Слизистые частицы Образование Значит матка очищается От остатков Это не страшно Когда через месяц После кесарева Все еще наблюдается Выделение с кривяными частицами Заживление тканей Еще продолжается Такое состояние иногда Может быть связано С повторным повреждением Слизистой Например, если Был половой контакт Который пока еще не разрешен После операционного Период Коричневые выделения После кесарево В норме Могут появиться Через 5-6-7 недель Это связано с тем Что кровь Начинает сворачиваться Поэтому Перестает быть Ярко-алой А вот выделение С неприятным запахом И примесями гноя Являются одним из симптомов Воспаления матки Эндометрита Выделение с запахом Тухлой рыбы Это признаки Какого-то бактериального Воспалительного процесса Либо эндисбиоза Либо гарнеролиоза Эти выделения Эти виды выделений Требуют Срочной консультации Уличащего врача Особенно Внимание Нужно Уделить Если Открывается Кровотечение Если Увеличивается Объем лохи Если Прекращается Выделение лохи Через 4-5 недель После кесарево сечения Если Выделение Желтой Зеленые С гнойными Вкраплениями Это все требует Срочной госпитализации Белое отделяемое Через 7-8 недель После родов Считается Не опасным Но Если К Этому отделяемому Добавляют Дополнительные Признаки Зуд Жирение Покраснение Кожи И слизистых Промежностей Отек Кислый запах Или Какой-либо Другой запах Женщина Должна Насторожиться И все-таки Обратиться К лечащему врачу Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...